Привет всем! Мир еще не оклемался от этой пандемии. Мы только-только успокоились после этой истерии о якобы падении астероида на нашу планету. И вот Рогозин предупредил о внеземной угрозе. Напомню, что всю информацию мы берем из официальных СМИ, то есть это не сказки, а именно та информация, которая размещена в российских СМИ. Давайте вместе с вами узнаем, чем же Рогозин озадачен. Напомню, что Рогозин в Российской Федерации возглавляет Роскосмос, то есть это далеко не последний человек в нашей стране. В его руках находятся огромные деньги, которые капают из бюджета, соответственно, из наших с вами налогов. Давайте вместе с вами разбираться, куда уходят эти триллионы долларов. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью на радио «Комсомольская правда» заявил, что в будущем с большой долей вероятности Россия станет способной защитить Землю от непрошенных гостей из космоса. О чем он имеет в виду? Непрошенные гости из космоса – это кто? Инопланетяне, НЛО или это астероиды, метеориты? Он пока что не сообщил. Руководитель госкорпорации пояснил, что речь идет о кометах и астероидах. Ну, сейчас мы уже понимаем, что речь идет не о инопланетянах и пришельцах, а непосредственно о кометах и астероидах. Но до сих пор задается вот один единственный вопрос возникает, почему до сих пор Рогозин, который возглавляет уже несколько лет Роскосмос, он не может сообщать о потенциально опасных астероидах, которые угрожают всему человечеству на нашей планете. Рогозин подчеркнул, что Роскосмос изначально создавался в том числе и для изучения вопросов фундаментального космоса, происхождения Вселенной, жизни на Земле и так далее. Насчет того, что ученые нам очень много врут, это факт. Потому что они говорят, что наша Земля образовалась из ничего. Да, да, они так и говорят. Они говорят, что наша планета образовалась в результате некоего взрыва, после чего появилась наша планета и так далее, и появились люди. Но вы знаете, я очень часто в детстве взрывал петарды, но почему-то никаких человечков там не образовалось. Итак, мы видим, что не все, что говорит Рогозин или ученые, это есть правда. Напомню, что в школах, в вузах нам до сих пор рассказывают о том, что якобы мы с вами произошли от обезьян. Это дарвиновская теория, но до сих пор никакого научного подтверждения эта теория не имеет. Но тем не менее, в школах именно этому обучают. Кроме того, в компетенцию сотрудников коскорпорации входит изучение вариантов, как Россия может защитить планету от различных космических угроз. «От непрошенных гостей из космоса я имею в виду астероидно-кометную опасность», уточнил Рогозин. При этом глава Роскосмоса подчеркнул, что в первую очередь наибольший интерес для российских экспертов представляет Луна. Внимание! Мы видим, что Луна, она интересна не только для нас. Если вы не смотрели видеоролики на нашем канале, обязательно пересмотрите. Там очень много фактов, подтверждающих, что Луна на самом деле не такая, как нам рассказывают. Обратите внимание, лунный свет, он прям очень сильно отличается от солнечного света, то есть в тонах. Если Солнце светит такими более теплыми тонами, то Луна, она выделяет более нежный, более холодный свет. И поэтому есть вероятность, что на Луне то, что мы видим, это не отражение солнечного света, а Луна испускает свой собственный свет. Но если эта тема вам интересна, кстати, напишите в комментариях «Луна плюс», и мы обязательно снимем, снимем на камеру Луну, когда будет полнолуние. Поверьте, это очень красивые, просто потрясающие кадры. Напишите в комментариях «Луна плюс», если это вам интересно. Итак, глава Роскосмоса подчеркнул, что в первую очередь наибольший интерес для российских экспертов представляет Луна. На ней планируется отрабатывать эксперименты по работе на астероидах и дальних планетах. Взлет, посадку, налаживание транспортной системы. Ну, напомню, что еще несколько лет назад Рогозин обещал создать лифт на Луну. Ну, то есть мы видим, что это просто сказки и пустые слова. Ранее, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Рогозин сдал тест на коронавирус после того, как стало известно, что он общался с Львом Лещенко до госпитализации артиста. Результаты оказались отрицательными. Обязательно напишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео и подписывайтесь на канал. Дальше будет интереснее, потому что мы с вами будем говорить о Луне, если эта тема вам интересна. Всего доброго и до новых встреч.